орбитальный магнитный момент орбитальный магнитный момент атома рассмотрим простейший атом в центре которого находится положительное ядро а по округовой орбите вращается электрон электрон вращается так, что его скорость направлена на дальнем от нас участке траектории направо электрон несет отрицательный заряд это будет означать, что он создает ток текущий в направлении в противоположном скорости если смотреть сверху то это будет против часовой стрелки и такой электрон будет создавать магнитный момент связанный с направлением тока правилом правого винта то есть магнитный момент ПМ будет направлен вверх посчитаем, чему равен этот магнитный момент если мы знаем, что он исчисляется величиной тока умножим на площадь охватываемую контуром траектории ток можно определить как заряд электрона умножить на количество раз за секунду за которые электрон будет пронизывать площадку поставленные поперек его траектории ню это частота частота обращения электрона по орбите наверное ее можно связать с частотой величины представляющей собой обратный период можно связать со скоростью путь 2πr где буквой r мы обозначим радиус этой орбиты будет проходить со скоростью v за время равное t или v деленное на частоту отсюда можно частоту выразить будет v разделить на 2πr и частоту поставив сюда получим для тока выражение е умножить на v разделить на 2πr если мы теперь умножим эту величину на площадь которая равна πr квадрат то получим магнитный момент величину магнитного момента e v умножить на πr квадрат и разделить на знаменатель 2πr rrπ сократится будет e v r разделить на 2 в квантовой механике выводят часто поскольку у нас массой обладает этот электрон то его движение по орбите по часовой стрелке если смотрите это приведет к появлению механического момента механический момент величина которого равна противоположного направлению pm если бы частица была положительной двигалась по траектории то ониbestoppами по направлению механический момент и магнитный момент механический момент по определению равен моменту инерции которая конечно же равна mr квадрат умножить на угловую скорость а угловую скорость мы выразим через v каким образом скорость равна r умножить на угловую скорость поэтому здесь мы подставим v разделить на r m, r, v ну и одно r у нас уже сократилось величина, которая найдем теперь отношение магнитного момента к механическому m разделить на l здесь будет у нас e, v, r разделить на 2 а здесь будет m, v, r разделить ни на что не разделить v на r у нас сократится и получится e разделить на 2m если мы будем записывать связь между векторами то мы должны будем написать так pm равно минус e разделить на 2m умножить на l знак минус будет означать противоположную направленность этих моментов этот множитель со знаком минус минус e разделить на 2m причем здесь масса электрона и заряд электрона участвует эту величину часто называют магнитомеханическим отношением магнитомеханическим отношением для электрона для электрона и у нас будет на 1м частности допустим покинуть вкус хлеб и ну то вот Продолжение следует...